День пионерии Это вот вы специально разучили или все-таки вы были пионером? Это вот сейчас от души пошло. Это вот от души пошло. Пионером были? Пионером не был, но душа есть. Но душа есть. Мне кажется, надо представить нашего героя все-таки. Павел Ерохин у нас сегодня в студии, правильно? Ты молодец. Ты вовремя. Я опять забыл. Я все забыл. Итак, Павел, скажите, пожалуйста, давно ли вы занимаетесь... Мы просто к чему ведем-то? Мы чего вас пригласили, расскажу вам. Что я здесь делал? Раньше ведь все пионеры ходили. С барабанами, да. То есть пионер и барабан это две неотъемлемые части, правильно? Вы не пионер. Пионером не были. Откуда любовь к барабанам? Любовь к барабанам уходит корнями, в общем-то, в любовь к рок-н-роллу. Ага. То есть мы знаем уже, что будет в конце у нас. В конце будет бомба, друзья мои. Хорошо. Играете ли вы еще на каких-то музыкальных инструментах? Ну, в силу своей профессии, в общем-то, приходится уметь играть на остальных музыкальных инструментах. Вот еще такой вопрос интересует, мне кажется, многих. Тот, кто играет на барабанах, ему обязательно знать нотную грамоту или нет? Ну вот если не брать общее развитие, фортепиано, например, правильно? Надо знать или нет? Ну, барабанная нотная грамота, она несколько иная, чем для... Там, наверное, просто написано... Тональных музыкальных инструментов. Поэтому... Длительностями, наверное, она просто определена, и все, да? Ну, в основном она определена конкретным местоположением во времени, чтобы барабанщик знал, что ему делать. А какие вообще есть стандартные удары? Наверное, есть какой-то вот первый, второй, третий, четвертый или нет? Ну, естественно, есть сильная доля, есть слабая доля, есть такты, есть четверти. А, кстати говоря, у вас же тоже наверняка есть две четверти, три четверти или нет? Да, у нас они есть тоже. Можете вот показать две четверти? А можете показать две четверти, как играются? Раз-два. Три четверти, раз-два-три. Павел, на барабане это круче. Давайте. Я бы, подожди, вот я бы другой вопрос задал. Вот смотрите, у нас сегодня Павел находится буквально с одним барабаном. С одним? С одним барабаном. А знаем мы, ведь у вас целое барабанное шоу с огромным количеством барабанов. Там их больше, там, 35, по-моему, используется, да, во время вашего выступления. Недавно мы с ребятами были в Новом Уренгое, скажу я вам, вот на север ездили. Всю страну уже объехали или не всю? Ну, не всю, конечно. Где бывали? Мне кажется, всю не объехать. Где бывали? Даже с 35 барабанами. Я знаю, что хочу еще, Павел, сделать. Вот барабаны, они всегда такую атмосферу добавляют, да? Давай мы сейчас простую новость, скажем, которая сейчас час 8.24, но под барабанную дробь. Давай. Давай, это будет прям здорово. Павел? Павел, дайте нам, пожалуйста, тушь. Дамы и господа, 8.24 на часах. Просыпайтесь, товарищи, в верной дороге идем в день пионерии. Ну, вот так было всегда, да? Совершили нас или нет? Так было всегда. А сейчас, Павел, скажите, пожалуйста, ну, все-таки ведь есть какие-то другие, не пионерские мотивы, а можете вы нам что-нибудь рок-н-ролла тут, так сказать, с утра в студии дать? С одним барабаном. Для этого не помешал бы, допустим, какой-нибудь большой барабан. Так, ну, вы его не взяли. У меня его с собой нет, конечно, да, он слишком большой для этой студии. Что вы говорите, Павел? Мы знаем ваши фокусы, скажите, нам надо стол отодвинуть или еще что-то. Отсесть подальше. Отсесть подальше. Да нет, достаточно просто. Вот это наше любимое русское. Да нет. Итак, Павел, давайте. Вот я сейчас сделаю вот так. Не знаю, можно приглушить свет в студии, можно ничего не делать. Ух ты, вы посмотрите, да, у нас барабаны-то светодиодные, друзья, нынче пошли. У нас включается атмосфера. Так. И сейчас я уже не настолько банален в своих ударах. Давай, дайте нам разнообразие. Например, как-то так. А вот раньше не было светодиодных барабанов у пионеров. Что? Что вы говорите? Что здесь? Спасибо вам огромное, Павел. Мы рады, что это утро вы начали вместе с нами. Вот таким... Вот так просыпаться надо. Каждый ужас. После таких барабанов прям хочется следующую рубрику. Тихонечко так вот. Дорогие друзья, Павел Ерофин наш гость, солист шоу барабанов «Тесла Бит». Прямо сейчас мы продолжаем и рубрика «Садовые истории». Узнаем, как при помощи барабана высвать дождь. И новый сорт дневники. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!